Директор национального историка мемориального комплекса АТБИИД Гульнара Турсенбекова уже около 10 лет занимает свой пост. Он стал таким, как сейчас, благодаря ее руководству. Музей – важный элемент сохранения национального наследия и способ знакомства с историей и культурой для всего общества, считает она. Гульнара Турсенбекова делает все, что в ее силах, чтобы привлечь сюда как можно больше посетителей. А теперь у нее, как и у более 600 человек работников музеев системы Минкультуры, появился стимул работать еще усерднее. В начале мая мы услышали радостную новость о том, что нам повысили зарплату на 80%. Я считаю, это очень хорошо. Вы сами, наверное, знаете, что работа у нас непростая, и в музеях работают настоящие патриоты. Ведь зарплата у нас была совсем маленькая. Правительство приняло постановление о повышении заработной платы музейных работников, которые находятся на балансе Министерства культуры, информации и туризма. Таких музеев 28. Это областные музеи республиканского значения и имеющие статус национальных. Для этого в бюджете Министерства предусмотрено 15 миллионов 480 тысяч сомов. Там в зависимости от категории самого персонала. Есть персонал, который получает 5-6 тысяч сомов, у них поднимается до 7-9 тысяч сомов. Есть персонал, который получает от 6 до 8 тысяч сомов, у них поднимается до 9-10 тысяч сомов. Есть персонал, который получает на сегодняшний день, топ-менеджеры или, по крайней мере, управленцы, они до сегодняшнего дня получали около 8-9 тысяч сомов. У них поднимается от 14 до 16 тысяч сомов. Следующим этапом планируется повысить заработную плату работников библиотек и сотрудников так называемых клубов и культурных учреждений в регионах. По словам Азамата Джаманкулова, важно не затягивать с этим процессом. Необходимо сохранить специалистов, которые десятилетиями работали на голом энтузиазме, чтобы они не переходили в другие сферы и не уезжали из страны. Решение о поднятии зарплат работников сферы культуры было принято несколько лет назад. Вы знаете, что в целом, если секторам смотреть, самая минимальная заработная плата получали культурные деятели. Поэтому было решено несколько лет назад, что поэтапно будем поднимать. Первым делом поднимали в 2018 году 11 учреждения, которые имели статус национального. Там были от 80 до 100% поднималась заработная плата в два раза. Повышение заработной платы работников музеев стало возможным в том числе и проведенной два года назад оптимизацией, которая заключалась в сокращении дублирующих должностей в некоторых структурах. Как отметил министр, без культуры невозможно представить развитие страны. И это особенно важно в нынешний период развития и в будущем. Нурбек Иманов, Сент-Урабыкеев, Аллато, 24.